Часть третья. Оборона города. 22 октября начались сражения на ближних подступах Горловки в районе Дзержинска и Нью-Йорка Новгородского. В этот день телеграфистка станции «Путепровод» успела передать руководителям нашего города сообщение о том, что возле здания станции появились немецкие мотоциклисты. Возле сел Михайловки и Озеряновки к этому времени были подготовлены линии окопов и противотанковый ров. Здесь путь фашистской орде преградил 130-й отдельный мотострелковый батальон под командованием капитана Брославца. Танковые части противника начали штурм укрепленного района. На помощь немецкой группировки прибыли уже упомянутые выше войска генерала Джованни Мессе. Дивизия «Пасубео» – опознавательный знак «Волчица», кормящая Рамула и Рэма. И «Челеры» – пучок петушиных перьев на каске. Несмотря на численное превосходство противника, 130-й батальон целую неделю держал фронт. Ополченцы «Горловки» оказали обороняющимся боевую поддержку, влившись в их состав. Бойцы 130-го проливали кровь, теряли товарищей, но дали горловчанам возможность отправить на восток наиболее ценное имущество. Несколько сот фашистов 44-й дивизии СС и итальянских карабинеров поплатились жизнью в боях за Горловку. Гитлер неоднократно требовал от Мессе более решительных действий и результатов. Хорошо поработали артиллеристы лейтенанта Павленко. Гитлеровцы бросили против обороняющихся танки и бронемашины с пехотой. И вот уже запылали бронированные чудовища. Не выдержал, попятился враг. При обороне подступа в Горловке проявили подлинный героизм подразделения офицеров Филиппова, Кипиани, Триязыкова, Самодорова, Гончарова. Стойкость и личное мужество отличали пулеметчиков младшего сержанта-батальянца Ибрагимова и их товарищей. Со стороны Финольной наступали другие итальянские подразделения. Дошли они до Ртутновой до станции Майорской. А по железной балке до линии нынешней шоссейной дороги от поселка Шахты Комсомолец дожил массиво строителей. Но вскоре, не ввязываясь большой бой, отступили до поселков Дзержинских шахт. На этом участке на несколько недель установилось относительное затишье. Зато на южных подступах противник не унимался. 29 октября ему удалось подойти к окраине Горловки. Воины Брославца пошли в контратаку и заставили врага отступить. За проявленную стойкость и умелые действия личный состав 130-го батальона получил благодарность военного совета 12-й армии. А наиболее отличившиеся в боях были награждены орденами и медалями. Ознакомление с архивными материалами позволило уточнить дальнейший ход событий. В боях за город отличилась 74-я краснознаменная стрелковая дивизия, пополненная горловчанами, как и 130-й батальон. Среди них был известный в Щербиновке, на Ртутном и в Горловке активный участник рабочих выступлений Иван Кузьмич Горбатов. Ему поручили укрепить транспортную роту. Связистом 7-й роты стал слесарь механического цеха шахты имени Калинина «Перекрест». В архиве Министерства обороны СССР, город Подольск Московской области, имеются документы, раскрывающие ход дальнейших боев. Население оказывало Красной армии всяческую поддержку. Вот некоторые выписки об этом. 1 ноября рабочие шахтеры Горловского района, хорошо знавшие местность, помогли командованию 130-го мотострелкового батальона провести разведку сил противника и вместе с группой красноармейцев ходили в тыл врага. 2 ноября, когда 130-й мотострелковый батальон вел бой на улицах Горловки, многие девушки, рискуя своей собственной жизнью, помогали бойцам вести огонь по фашистам. Они подносили коробки с пулеметными лентами, переставляли пулеметы с одной позиции на другую, перевязывали, эвакуировали раненых. Бои были, сразу уступили итальянцы. Бои сильные были, где вот эта вот железная дорога, здесь такие сильные бои были, здесь только было раненых и убитых. Это мы ж детвора, знаете, мы тогда патриотические такие были дети, бегали, все это раненых, чтобы раненому помочь, это прямо у нас в крови было. И у меня брат, двоюродный, не мой брат, и дядька, были в ополчении. Ну им-то, ей же ж надо было. И вот мы собирались, дети, такие подростки, мы побежали отнести там, а что носили, пшеница отварная, хлеба, что не было, картошка отварная. Вот это отнесли мы своим этим ополченцам, но вернулись в благополучный, больше нас родители не пустили. Тогда уже вот пусть, как там уже они перебивались, вот это вот, я не знаю. В одном из боев был взят в плен командир роты 79-го полка итальянской дивизии. В вышеназванном архиве сохранился протокол допроса. Когда наши два батальона вошли в город Горловку, то солдат в городе не было, а по нас стреляли из полуподвала в гражданские. Эти гражданские обстреливали нас довольно сильно. Мы впервые вступили на окраину города 2 ноября, а совсем взяли город только к исходу дня 5 ноября. В последующие дни, особенно упорное сопротивление итальянским карабинерам, на окраине поселка шахты Румянцево оказала пулеметная рота лейтенанта Леонова, бойцы стрелковой роты старшего лейтенанта Уразова, взвод Шевцова. Отличились Иван Николаевич Ситинский, Максим Александрович Рубцов, совсем юный боец Жора Кувычко. Он был награжден медалью за боевые заслуги. Атака следовала за атакой. На боевых позициях погибли, но не отступили офицеры Уразов, Корноухов, Леонов, сержанты Марков, Чередниченко, рядовые Булгаков, Гусев, Крахмалев, Матенкин, Семин, Чернышев и другие. 10 ноября подразделение Красной Армии провело удачную контратаку на позиции итальянцев в Румянцево, вследствие чего они отступили к Никитовке. До 4 декабря поселок снова находился в наших руках. Одним из последних рубежей обороны города в начале декабря 1941 года стала его восточная окраина в районе станции Байрах. В те дни бушевала шквальная пурга. Отделению Василия Яковлевича Нижних выпало вести бой возле скирды Соломы, недалеко от насосной станции. Наступавших было намного больше, чем оборонявшихся. Несмотря на потери, фашисты рвались вперед, но прошли лишь тогда, когда уже некому было стрелять и бросать гранаты. Фронт с 5 декабря отодвинулся к станции Дебальцево. Таким образом, героическая оборона нашего города длилась полтора месяца. Редактор субтитров А.Семкин